Всем привет дорогие подписчики из телеканала Сместного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру по порам локдаун. Итак, мы с вами в прошлой серии в конце поднялись на мастерскую плавильню. Что очень странно, я вроде как есть сохранение, что мы сюда поднялись, я когда захожу в сохранение, там указано, что мастерская плавильня, все, вы дошли. Но загрузить эту локацию я не мог. Очень странно почему-то, мне пришлось заново убивать всех трех роботов, поэтому будут конечно какие-то отличия в здоровье и в энергии. Очень странно для меня, я не понимаю, что произошло, что не так, а почему он не захотел. А что за мужик какой-то стоит? Так, ну это я могу сейчас открыть, это по-любому. А как мне от него избавиться-то? Просто этот мужик мне тоже не даст пройти. Это сто процентов. Значит надо как-то его отключить, а скорее всего отключать будем с вами здесь его. Так. Мастерская плавильня. Так, здесь что требуется? Ржавый ключ. Окей. Больше как бы здесь ничего нет, да? Так, ящичек. Еще патрончики, хорошо. Несправные пауки. В нашу уютную мастерскую прибыло на переработку несколько неисправных пауков. Честное слово, у меня в жизни не было столько проблем с такой простой задачкой. С тех пор, как их стали делать из фуми, что-то пошло не так. Тех, что поменьше, мы просто сунули в дробилку. Со скрипом, конечно, оно сработало. А вот большой электрический паук сопротивлялся и пинался как сумасшедший. Мы его даже с места сдвинуть не смогли. Разряд у него не самый мощный, но я все равно отправил трех ребят в лазарет на всякий случай. Вот бы Ранкральф или его отдел выдал нам какой-нибудь инструмент, чтобы отключал любую машину. Было бы здорово. Корень стил, руководитель мастерской. Да. Было бы здорово, если бы нам тоже такой бы дали бы инструмент. Просто взял и отключил этого гребаного робота. Ну, понятное дело, что сюда пройти я не смогу. Значит, только через дверь. Значит, сначала нужно найти ржавый ключ. Ржавый ключ, скорее всего, будет получаться у нас с вами вот здесь. Окей, сохраняемся на F5 и поехали. Так, здесь вроде как никого. Тут, может, что-то есть. Опа. Я тут что-то вижу. Двери возможностей. Не забывайте, что говорит Верховное бюро. Мы должны постоянно стучаться в Двери возможностей. Упорство помогает открыть путь в светлое будущее. Верховное бюро, просветительская брошюра. Окей, здесь что? Улучшение урона от устройств. Потребите, чтобы навсегда увеличить ваш урон от устройств. Окей. Повреждение устройств. Вот это считается моим устройством, правильно? Ну да, это устройство. Хорошо. Так. Где-то должен быть подвох. Как-то тут дверь надо будет открыть. Но я вроде ничего не вижу. Эти не ломаются доски. Не, не вижу. Ладно, пошли. Так, и в пяточку. Да ёптвою налево, серьёзно? Тварь. Ты издеваешься, что ли? Просто пипец. Ой, класс. Всё понятно. Нифига себе. Ну вот и как мне с этим пауком драться? Вот скажите, пожалуйста, как? Не знаю. Я вот что хочу поставить. Я хочу поставить какого-то тут миньона. Который вроде как должен сражаться на моей стороне. Это не то. Вот. Может быть это будет получше, чем чувак, который просто стоит и ничего не делает. Тем более он как бы быстрее перезаряжается. Давай, наверное, я попробую выбрать сейчас другое оружие. Поставлю винтовку. Потому что всё-таки это будет, наверное, понадёжней. Так, и здесь мне, получается, нужен будет тогда меч. Блин, урон 16. Мне не нравится. Мне не нравится вот этот меч. Но он, блин, двухручный. И я буду получать просто очень сильно звездюлей. Ладно, попробую поставить. Там дальше видно будет. Так, хорошо. Ой, я её промазал-то. Нафига. Класс. Блин, вот опять я делаю не вовремя. Фу, хорошо. Ну вот этот мин уже как бы получше. Кислотный таракан. Ну спасибо, вот мне ещё кислотных тараканов не хватало для полного счастья. Кислотный таракан подвижен и опасен. Он выбрасывает кислотные шары, которые взрываются при попадании, нанося средний элементарный урон и разливает кислоту по полу. Кислота наносит продолжительный элементарный урон и замедляет восстановление целостности. Постоянно двигайтесь, ведь эти тараканы могут быстро вас настигнуть и пробить броню кислотой. Иммунитет кислоте. Ну это понятно. У некоторых тараканов развился навык кислотного плевка, вероятно из-за особой диеты и ранних стадий развития. Спасибо. Так, а что у меня там, кстати, по опыту? В принципе, скоро уже должны дать опыт. Глянем по схеме. Я хочу вообще, по идее, выйти в щит вот этот вот. Но если у меня будет вручное оружие, может быть, лучше тогда сюда пойти, либо попротив этих миньонов, а ваши миньоны получают шанс применить эффект переохлаждения при атаке. На каждом уровне увеличивается урон, целостность и прочность ваших миньонов, созданных с помощью проектора. Вот даже не знаешь, куда вообще, по идее, идти. Очень мало, конечно, очков здесь идет. Так, ладно, давай туда обратно все дело поставим. Значит, тебя сюда, тебя сюда. Поставим пока тебя сюда. Попробуем пока с миньоном. Так, и в пяточкой опять-таки. Гнидос вышел отсюда. Ключ от дробильного цеха. Дробильный цех. Понятно. Туда пока не попадаем. Здесь какие варианты есть? Вряд ли что-то есть вообще полезное. Плавильня. Плавильня. Здесь можно готовить фумиевые слитки. Нужно сложить сюда металлолом и добавить немного фумиевого раствора. Фумиевые слитки можно сделать в плавильне, но для этого потребуется фумиевый раствор и много металлолома из дробильного цеха. То есть сейчас нажимать это, я так понимаю, бесполезно, да? Ну да, неактивно. Так, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот гнидос, а. А, нет энергии. Спасибо, я понял. Промах это не очень хорошо. А, у меня патроны еще закончились. Вообще классно. Хе-хе. Так, замечательно. Мне как бы надо с ним драться, а я драться не могу, потому что у меня шансы маленькие. Офигеть, он делает ранение, блин. Так, взять все. Хорошо, тогда получается нам, во-первых, это надо лечить от 100%, во-вторых, раз здесь пауки, значит, тогда надо будет ставить против пауков. Остался последний патрон, поэтому бесполезно что-либо тут делать. Тогда, наверное, поставим сюда, на всякий случай, дробящее. На всякий случай. Опять-таки, если вылезет паук, то у нас будет чем его мочить. Так, ничего тут нет скрытого. Вроде бы нет. Так. Ну, конечно, ржавый ключ, понятное дело. Так, патрончики. Нестабильное руководство. Да за кого она себя принимает? Лора Райк вытирает об меня ноги, как будто я какой-нибудь низкоростный недоумок. Говорит, что у моих исследований нет научного обоснования. Прошу прощения. Может, она возомнила себя главной, потому что ее муж здесь начальник? Забавно, ведь она лишь подтверждает мои исследования. Я более чем уверен, что Фуми напрямую влияет на человеческую психику. Мне всего лишь нужно это доказать. Но есть ли у меня достаточно времени и ресурсов? Конечно, нет. Кроме того, уверен, мои исследования поставят под удар руководство всего проекта. Подума только, а вдруг выяснится, что всей этой затеей руководят психически неравновешенные люди? Даниэл Хаскерман, инженер-следователь субстанции. Так, подожди. Тут в итоге получается, что никого не осталось, что ли, в этом здании? Может быть, мы последние выжившие? Так, Виктория 2 из 7, 1 из 3. 3 из 11, 2 из 3, 2 из 3. 1 из 5, 2 из 4, 2 из 4, 2 из 2. 3 из 6, 1 из 5, 4 из 9, 4 из 6, 2 из 4, 3 из 8, 2 из 6, 3 из 8, 3 из 7. На, окей, хорошо. Так, что у нас там? Осталось чуть-чуть. Так, ржавый ключ, ржавый ключ, ржавый ключ, ржавый ключ. Так, и в пяточкой поехали. Тут самое главное, тогда получается, надо будет чаще сохраняться. Вот прям чаще. Заходишь какую-то в новую комнату, сохранился. Так, это ржавый требуется? Нет, это, по-моему, ключ от дробилки требуется, да. Ржавый у нас где-то там, вначале в самом был. Да. Да ты издеваешься, бляхомуха. Офигеть. Не, вот так нормально-то, да. Хорош. Не-не-не, дружище. Не нарушай правила-то, слышь. Вот гнида. Ходи, пап, уже по задуманным планам. Вот. Сюда еще разочек. Вот ты говнюк. Да хорош маза-то, слышь. Бляха-муха, ну не мажь, пожалуйста. Во, пасибочки. Новый уровень еще, замечательно. Вообще классно все. Так, патрончики забери. Так, очка-схема одно. Давайте смотреть. Но все-таки, куда мы с вами идем? Либо в щиты. Серво-поддержка. Точность уклонения повышается. А на каждом уровне лечится вероятность заблокировать прямую атаку щитом. Усиленная, более стабильная рукоять позволяет вам возможность более продвинутой щиты. Ну вот не знаю, я... Вот очень мало, блин, уровней прокачки, что ли, не знаю. Тут восьмой уровень, хрен бы с ним. Все-таки, что лучше сделать? Куда лучше пойти? Оружейник. Ваш общий уровень живучести. Оружие в обеих руках. Урон снижается, на каждом уровне штраф к точности уменьшается. Может, удалось сюда пойти? Винтовки. У меня, кстати, есть винтовки. Ну, тоже, как бы... Вот все надо, блин. Режащее оружие. Режащим оружием. Блин, это тоже, кстати, прикольная вещь. Усиленная основа костюма позволяет вам поглощать часть получаемого прямого урона. А прямой урон, это имеется в виду рукопашка? Правильно? Целостность 30%. Блин, ну все-таки, получается, двуручно-то имеет больше урона, повреждений. Давай все-таки пойдем туда-сюда. Наверное, да. Пойдем сюда. Так, я тогда запутался. Мы сейчас где? Я использовал ключ, по-моему, туда, да? А это что за место? А, отсюда я пришел. Все, понятно. Это начальное место. Это мы никак не воздействуем, да? Хорошо. Сохранено. И вот, скажите, что это все... Фу, мне показалось, кто-то пришел. Зря, да? Ну окей, ладно. Подожди, 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 подожди. Ящик забыл. Во. Беспомощность. Мне крышка. Никогда в жизни ощущался тебя таким беспомощным. Лора Райк только что сказала, что меня переводят в шахту. Меня переучат на шахтера, чтобы добывать образцы и материалы из фумиевой сердцевины. Меня? На шахтера? Да это работа для безмозглых макак, а не для племянника-министра, черт подери. Проблема в том, что пожаловаться некому. Директор Райк меня даже слушать не хочет, а из офиса просто так телеграмму не отправить. Да и что я скажу? Дорогой дядя, я пару раз уничтожил образцы, которые стоят в целом состоянии, не ложился в сроке ни на одном задании, и теперь меня отправляют в шахту. Пожалуйста, повлияй на них, ведь я добрый и красивый. Да он меня с остальными руками придушит. Лора сказала, что есть и второй вариант. Испытание телепортации. По сравнению с чертовой шахтой, это вообще работа мечты. Может, получится ее очаровать? Харлан Эстак, ассистент инженера-исследователя субстанции. Этот... Бедняга Харлан. Он здорово нам помог, но какой ценой. В смысле, а он помер, что ли? Да? Ага. Так, и в пяточкой поехали. Когда противник один, это еще более-менее как-то нормально. Но когда, блин, их толпа, тут начинаешь уже паниковать. Куда лучше пойти? Как лучше тут обороняться? Так, нет питания, да? О-о-о! Кто-то оттуда сейчас выйдет. Так, ну-ка поставь на всякий пожарный. Ах, сволочь. А ты говнюк, бляхомуха. Ты уже определись, с какой стороны ты будешь атаковать-то. Туда-сюда, туда-сюда. Меняйте свое положение, как хотят. Фух, ладно, ладно, ладно. Так, там ящик. Заберу я его с той стороны только. Ну, как туда пройти? Вот в чем вопрос. Там тоже ящик, кстати говоря. Но тянуть его я не могу. Вопрос. Тут есть кнопка. Опять-таки тянуть я не могу. Так, и в пяточкой поехали. О, класс! Ёптыть! Ё-о-о! Все, меня тут зажали. Я сдох. Это бесполезно, что ли тут делать. Добей ты его. Там кислотный еще лазит. Бляха-муха. Бесит мне вот это вот туда-сюда повороток, говнюк. Ты уже определись, куда ты будешь бить. Сволочь. А что с них ничего не выпадает? По-моему, с них раньше что-то выпадало хотя бы. Так, давай лечись тогда. Ой, не то поставил. Ну, класс! Спасибо! Тварь! Ну, пусть уйти, блин. Давай. Вот, сволочь! А, смотри, ушел, блядь, от бомбы. Говнюк. Вот, уйди. Бей его! Вот, сволочь. Все, отлично. Фух! Так, взять все. Замечательно. Так, какие-то ящики упали. Этот не упал. Так, ящик упал, получается, только вот этот вот, да? А, вот еще ящик упал. Ну, а смысл? Опять-таки, туда я не попадаю, в ящик. А, у меня нет кирпича. Я обкинул кирпич, да у меня нет кирпича. Блин. Может, где-то я найду кирпич? Ёптыть! Вот ты гнидос! Фух! А что, опять, если ничего не выпало, блин? Вот гады, а! Ничего не дают. Фух, напугал аж. До чертиков. Так, это что? О, да ладно! Сварочная горелка, серьезно? Наконец-то нашел. Так, это сюда, это сюда. Барьеры безопасности. Босс, я думал, мы уже разбрались с барьерами безопасности. В прошлый раз, когда в лаборатории был пожар, система заглючила и закрыла все барьеры, даже в тех местах, где пожара не было. Мы два дня не могли добраться до инструментов и припасов, потому что на складах тоже поставили чертовы барьеры. Пришлось резать металл горелками. Хорошо, что вместе с нами там застряла парочка дронов-сварщиков. А сегодня я видел, как ребята Диггенса собирают новый барьер. А, да, средство вообще понимает, что творит? Виктор Баскерфельд, отдел техобслуживания. Слушай. Наконец-то у меня есть горелка. Ага, отлично. То, что я искала. Вопрос в другом. Надеюсь, мне не надо будет ее ставить в инвентарь. Если так, то это то себе занятие. Так, подожди. Как мне все-таки... ...попасть-то сюда? Надо туда что-то кинуть, это 100%. Вопрос только, что я могу туда кинуть, если у меня только один кирпич. Так, давай нажмем F5. И что-нибудь бросим из инвентаря. Ну, я не знаю, допустим, что можно бросить такое тяжелое. Давай попробуем бросить щит. Да. Вот это я бросил щит. Красавчик. Так, заново загрузимся тогда. Так, попробуем щит. Может быть, я бросил и бросил туда, куда мне требуется. Нет, бесполезно. Тогда мне нужен кирпич. Без кирпича ничего сделать не смогу. Попробуем тогда сюда вернуться. Так. Это все не то. Где-то я хотел попробовать это дело. Где-то же я видел эту стену. Так, а тут все собрал? Да. Блин, либо реально надо поставить ее в руку. Не, не ставится, кстати. Хорошо, значит, тогда получается... Работаться мы по себе. Нет, не то. Где-то же я видел. Да ты издеваешься. Я точно помню, где-то я видел такую стену. Не, не сюда. Блин, я запутался в этом лабиринте уже. Так, еще раз пришли сюда. Да я же видел где-то эту стену, блин, гребаную. Вот же она стоит, блин. Фух. Точно же помню, что видел. Надо было на карту посмотреть, как она отображается хотя бы. Окей. Так, здесь вроде как все посмотрел. Да, надо только понять. Найти бы, по идее, кирпич. Это кирпич? Нет, это аудиозапись. Вступление. Ах, это сладкий, теплый звук астральных потоков, трепещущий сквозь вечную пустоту. Там, среди звезд, космический ветер приносит восхитительные песни знаний. Древние, как само время. Я падаю сквозь одни и те же воронки в темные глубины космоса, где слышны цвета и видны запахи. Я все еще слышу музыку, хотя фонограф уже не играет. Пора начинать, ведь эра человечества всего лишь вступление к тому, что грелет в будущем. Элли Теллер, оператор телепорта. Так, давай-ка в пяточку и поехали. Что? Это же мой аудиодневник, но я не помню, чтобы записывала что-то подобное. А чем это я вообще? Звездные нити, воронки, эры упокоительных. Чего? Помню, что Диана Уинтерс настойчиво просила меня поставить ей записи фумиевой сердцевины, но я, наверное, была пьяна в стельку, когда записывала эту чушь. А, так это твои записи, что ли? Окей. Так. Здесь есть путь. Здесь есть путь. И как мне тебя отрубить? Не понял. Может быть, тебя выпустить? Не, ему все равно. И... И... И нафига? Ну да, он, по идее, меня не цепляет. Ага. Так, ну тут явно надо нажимать в пяточку и пробовать свои силы. Скорее всего, меня тоже так же здесь зацепит. А может быть, и не ломаются? Не, нифига не ломаются. Им по барабану абсолютно. Хотя, очень странно. Я вот эти вот разбил бы. Но нет. Ау, щит. Ой-ой-ой-ой, вот это жесть. Офигеть. И чё, я сюда пришёл? Ящик открыть? Обменник. Меняет местами вас и врага, которые находятся перед вами. Ну и смыслом не его. Висячие проекции. Эксперимент с фунивы-проекциями день 42-й. По первоначальным оценкам, работа над прототипом должна была продолжаться 2 недели. Но ожидаемые непредвиденные осложнения вызвали 4-х недельную задержку. Нам удалось создать статические проекции с достаточно предсказуемыми свойствами. И это отлично. Но, конечно же, есть но. Мы пытаемся разобраться, как от них избавиться. Пока что нам не удалось ликвидировать ни единой проекции. А по плану мы уже должны тестировать рабочие прототипы. Уверенно, в конце концов мы отыщем решение. А пока, Ранкальф, одолжи нам своё новейшее изобретение Обменник. Теперь хотя бы передвижение будет посвободнее, если это можно так назвать. Корин от стил, руководитель в мастерской. А, то есть мы сейчас будем просто тупо с ними меняться местами и всё. Ну, блин. Ну, так себе, конечно, занятие. Ну, во-первых, где там остался ящик, да? Плюс там что-то ещё осталось. Ну, он предлагает мне просто тупо сейчас поставить этот обменник. Ну, я уже, опять-таки, без здоровья. У меня от такого всегда мурашки. Ранкальф в очередной раз доказал, какой он гений. Заложить технологии телепортации в такое, как крохотное устройство, не так-то просто. Конечно, расстояние небольшое, но всё-таки полезная штука. Да, но меня сейчас оно не интересует. Это если мы где-то с вами ещё встретимся с этими товарищами, будем с ними меняться. Я всё-таки планировал сюда попасть и забрать. Что-то, да? Может быть, я там смогу отключать их? Вот эти горелки. А-а-а! Серьёзно? Да ты издеваешься! Их можно было замедлить? А где вы, бляхомуха, раньше были? Так, древнее послание. Поющая сердцевина? Что ж, иногда мне кажется, что я тоже схожу с ума. Сегодня лора Райк запросила результаты работы Лайма. А куда он, кстати, делся? Я его уже несколько дней не видела. В любом случае, не могу же я отдать Арии одну лишь Лоре. По крайней мере, не все. Она тогда заберёт все знания себе. К счастью, она поручила мне собрать все записи Лайма и результаты его исследований. Но прежде чем я их передам, нужно сделать копии. Сохранить хотя бы фрагменты древнего послания, которое миллионы лет провело на дне океана. О чём эта песня? В чём её смысл? Что в ней скрывается? Диана Уинтерс, старший инженер по аудиоанализу. Так, ну и кирпич, соответственно, тоже забираем. Что я открыл? Не понял сейчас момента. А, я закрыл пол. А нафига? Насколько я вижу, там ничего полезного нет. Такой в этом был смысл. Ну ладно, я, главное, сама взял кирпич. И по идее мы сможем вернуться туда. А это меня уже радует. О, начинается. Не понял. Ёптыть. Ну, класс. Главное от них уходить. Сколько мне боеприпасов? Тридцать восемь. Маловато, конечно. Маловато. Но постепенно уже у нас копятся мельчилочки. Меня это радует. Меня это чертовски радует. Но, опять-таки, я сейчас запутался. Куда мне идти тогда? Мне надо сейчас вернуться к этим ящикам. Так, и в пяточку. На всякий пожарный. Работает здесь только, получается, кирпич. Я не понимаю. Чё не так-то, слышь? Что не так? Здесь же нет другой платформы, которую надо нажимать. Чё не так? Я же вроде всё правильно делаю. Мне нужно сюда кинуть кирпич. Но почему-то он кидает чёрт знает куда. Почему туда кидает-то? Алё, кирпич. Вот это ты брось сейчас сюда. Мне сюда не надо. Мне надо вот сюда вот. Да что происходит? Я не понимаю. Я чё-то не вкуриваюсь с этой загадкой. Если вы знаете, ребят, пишите в комментариях, как её решить. Потому что я не врубаюсь. Я думал, он должен кинуть кирпич на эту грёбаную платформу. Но он туда не кидает. Вообще никак не хочет кинуть. Он кидает чёрт знает куда. Почему-то куда-то туда далеко кидает. Я не понимаю, почему. Сюда это он бросит сюда кирпич. Это 100%. Он вообще мимо положил. Серьёзно? Я чё-то не понимаю. Не, какая-то херня здесь происходит. В общем, пишите в комментариях, как этот ящик забрать. Потому что это полная хрень какая-то. Так, ещё раз. Здесь мы были. Так, тут ничего? Никакого секретика нету? Да, вроде бы нет. Так, тогда мы идём... Куда? Мы здесь были. Нам не сюда. Нам сюда. Ё-моё! Здрасте, мордасте! Офигеть, он сжигает. Вот гнидос! Ну, мазать-то не надо, мать. Ну, в конце концов. Ну, что происходит? О, спасибо. Мажет и мажет, мажет и мажет. Так-с. Ещё один кирпич. Так, они хотя бы суммируются тоже хорошо. Еноты и тараканы. Я же говорила. Этот Джейн Шейн кормит моими фруктами здоровенных тараканов. Неужели нельзя было выбрать кого-нибудь ещё? Я бы ни за что не стерпела у себя дома от мерзких грязных чудищ. Как-то у меня на чердаке поселились два енота. Мы подружились, я ему еду приносила. А потом два енота превратились в пятьдесят мелких вредителей. Каждую ночь устраивали вечеринки. У них даже вышибало был. Стоило мне подняться наверх, они меня не пускали. Я им говорила. Так нельзя. Будете себя так вести, придётся вас выгнать. Я за ними ухаживала, заботилась о них. И вот награда за щедрость. Ох, батюшки. Но тараканы? Фу. Если кто-нибудь мне такой попадётся, я из штанов выпрыгну от страха. Джеродина Найт, руководитель бытового обслуживания. А вот мне придётся с ними драться, мать. Каждый бляха-муха день. Ну не день, а каждую встречу. А встречи, получается, бывают постоянно. Чё, и всё, что ли? Никаких секретиков нет. Так, опять-то какая-то кнопка. Здрасте. В смысле ты не идёшь? О. Вот теперь вопрос. Докинули туда кирпич. И в пяточку нажали. Инвентарь открыли. Кирпичик взяли. Нет. И как, скажите на милость, мне тут пройти? Как мне пройти здесь? Я не понимаю, как мне тут пройти. Но вариантов-то больше никаких нет. Там, скорее всего, я получу ключ от дробильного цеха. Но как пройти, я не понимаю. Опять-таки. А, так подожди. Одна не работает, что ли? Не, подожди. Не работают вместе. Или не работают? А-а-а. Ну, там только, получается, на время. Раз. Два. Три. Не, подожди. Раз. Два. А на третий валить. Угу. Хм-хм-хм. Вообще не нравится мне эта перспектива. А-а-а. Шифт. Чтоб один достать. Вот так. Вот так, наверное, будет удобнее. Еще раз и в пяточку. Ну, тогда будет замедление времени. Так. Хорошо. Кирпич. Не понял. И что происходит? Но это не сработает. Ну, не знаю. Маст хэв. Хе-хе-хе. Класс. Так, ладно. Ну, я понял. Прикол, конечно. Так, я разделил и разделил. Раз. Два. А-а-а. Не, подожди. Мне не сейчас надо кидать-то. Ну и че? А-а-а. А-а-а. Подожди. Тут надо посмотреть внимательно. Раз. Два. Ага. Так, теперь постоянно закрыто. Все, я понял. Но тут, наверное, лучше с замедлением. Хотя, не знаю. Можно и без него обойтись, в принципе, по идее. Так. И в пяточку, наверное, нажму. Еще разочек. Отлично. Фух. Так. Это я прошел. Здесь ничего. Ключ от дробильного. Ну да, понятно. В принципе, все было логично. Предупреждение. Я всегда понимал, и сейчас понимаю, неукротимый энтузиазм Лоры. Ее по-детски блестящие глаза. Именно за это я ее полюбил. Именно поэтому, скорее всего, на ней женился. Но теперь мне кажется, что этот энтузиазм выходит из-под контроля. А точнее, начинает контролировать Лору. Она изо всех сил пытается продолжить исследование вопреки моему прямому приказу. Как и ее команда. Я ее предупреждал. Небольшие несчастные случаи еще можно проигнорировать. Но она задала по-настоящему безумный темп. И если случится что-то серьезное... Как поступить? Как бесстрастный руководитель величайшего проекта в мире, или как любящий муж, готовый пойти на все, чтобы защитить семью? Не хочу, чтобы она влияла на мое решение, но, похоже, я ее теряю. Маркус Райк, старший офицер станции в опору. Так, может, что-то есть полезное? Какая-нибудь кнопочка, не знаю, там нажать. Секретик никакой? Нет? Ну ладно. Так, F5 нажали. Это мы сейчас здесь. Нам, получается, надо будет идти в левую сторону. Потом вниз, сюда и сюда. Это плавильня. Хорошо. Ну-ну-ну, а я сказал же. Я ж так и будет. А, тварь. Ох ты, ептать. Тварь. Ой-ой-ой, уходи, 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 уходи. Да, бляха, муха Не могу понять Она тут не одна, походу, блин, тварь Не понял, бляха, муха Кто тут? Ой, я себя поймал в ловушку Я молодец, я красавчик Ой, это я бесполезный Да бей ты уже, в конце концов Я тебе жму, блядь, левую кнопку Какого хрен ты не бьешь Здрасте, дядя Ну бей Взять все Ну нема... Да бляха, муха, вы задолбали крутиться, блин Иди по одной траектории Влево, вправо, влево, вправо Все Вот гнидос Я тебя щапну Мерзость Тварь Что за сумасшедший день Блин, из него ничего не выпало, серьезно? Игра продолжает издеваться надо мной Просто продолжает издеваться Хорошо, что туда не пошло А то было вообще тогда попополнейшее О, с лифта не приехали, блин Ездаки, чертовы Здрасте Я тебя щапну Распинался здесь Я тебе щас пну Вот махает своими лапами, блин Не маш Спасибо Фух Так, лечение хотя бы более-менее нормально Так, ладненько, откуда ты выполз? Вообще, куда мне идти? Где я уже запутался? Так, это выход, это не туда Мне как раз сейчас противоположную сторону назад Да как же тебя открыть-то, слышь? Так, и в пяточку нажимаем, поехали Толкатель Это, конечно, не совсем то, чего я ждала И не чудеса технологии Но ничего, сойдет Ранкральф прислал нам одно из своих последних изобретений Если можно его так назвать Усилитель звукового резонанса И что-то там еще, не могу выговорить Все называют эту штуку толкатель Лучше так, чем никак По крайней мере, теперь не придется подходить близко к паукам, чтобы запихнуть их в дробилку В целях предосторожности мы настроили двери так, чтобы они открывались только в том случае, если толкатель лежит в одном из контейнеров Таким образом, никто не вынесет его за пределы дробильного цеха Карина Стилл, руководительной мастерской Ага Толкатель Карина мне рассказывала про эту штуковину Осталось найти пауков, чтобы набрать достаточно металлолома для плавильни В смысле? Мне теперь их еще надо толкать куда-то здесь, что ли? Вот так мне пауков тут не хватало, блин И толкатель, получается, надо бы вставить вместо оружия, да? Ну да Вот ты, бляха, муха Ф-пяточка поехала Так, давай пройдемся хотя бы посмотрим Толкать их надо будет, получается, сюда Места много? Ладно Так, это 7 не работает Эх, не то И что мне сюда положить? Не понимаю Столкатель меня явно не выпустит от 100% Дверь закрылась, до свидания Так, что-то тогда я не врубаюсь Либо мне сюда, получается, рано Потому что мне сюда надо что-то вставить, в итоге получается, да? Что мне сюда вставить-то? Я понятия не имею, что мне сюда вставить Может мне надо пауков как-то А, так подожди, у меня же свой паук есть Что, не канает? Жалко Ну, тогда я не понимаю Каких-то пауков, где ей брать без понятия Эх, так, подожди, а что это я безоружен-то? Слышь? Слышь, ты что так себя ведешь, неаккуратно? Так, подожди Тогда мне, естественно, получается делать нехрен Мне надо куда-то идти Куда-то спускаться Куда-то уходить Потому что это бесполезно А, стоп Во-первых, надо будет вернуться в начало Я так полагаю Там можно как-то пройти Мы же теперь как бы с этим товарищем-то можем поменяться Вопрос только в другом Я же не успею этого сделать Так, ну давай попробуем поставить Так, давай попробуем вот так вот, что ли Ой, спасибо И чего? Так, это что? Ну это фигня Может быть мне его просто подальше поставить? Ну как вариант А, нет Мне по-любому надо только вплотную к нему подходить Не, ну я туда не смогу дойти Меня Сто процентов бомбанут А в этом нет никакого смысла Ну опять-таки Давай надо бы встать на паузу А я что, не могу развернуться, да? А я что, не могу развернуться Мда Фигня полнейшая Куда я иду? Да вроде правильно иду Скорее всего Надо просто сейчас возвращаться туда Где мы с вами просто сейчас тупо сможем пройти Там я где нигде проникеться не смогу Это сто процентов И ничего с этим я сделать не смогу Лайка, давай тогда с вами на сегодня закончим А продолжим тогда уже в следующей серии Так что, ребята, на сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами вас Рабабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok